О введениях в работе пенсионного фонда рассказали журналистам. Пенсии, материнский капитал, социальные выплаты и компенсации проезда неработающих пенсионеров. Как упростить получение документов, расскажет наш корреспондент Юлия Великодная. Несмотря на то, что пенсионный фонд у многих ассоциируется с очередями на кассе выдачи пенсий, ведомство делает получение услуг для людей более доступными и современными. К примеру, сегодня, не выходя из дома, можно получить назначение пенсии, выбрать способ ее доставки. А также подать заявку на получение материнского капитала. Заполнила всю необходимую информацию, внесла все свои данные. После чего мне позвонили с пенсионного фонда. Мы назначили время, сказали, когда подойти, чтобы я уже донесла оригиналы документов, свидетельства о рождении, свой паспорт. Очень удобно. У меня заняло все, ну, в совокупности минут, наверное, 10. Из 20 предоставляемых услуг пенсионным фондам, 18 оказывают многофункциональные центры по всей республике. Заказать документы можно на официальном сайте ведомства или через мобильное приложение. Чтобы управлять своими данными в личном кабинете, необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг. Кому-то нужна справка о размере пенсии. Вы делаете предварительный заказ о размере пенсии, и вам приходит сообщение, что, как правило, на следующий день, в течение дня или в какой-то промежуток времени, когда вам удобно, вы подходите к клиентскую службу и получаете вашу справку. Без никаких очередей, без обращения в клиентские службы, без обращения к специалистам клиентской службы. Средний размер страховой пенсии на сегодняшний день составляет 19 050 рублей. В январе этого года единовременные выплаты в размере 5000 получили все неработающие пенсионеры за неполную индексацию в прошлом году. Но в этом году индексация достигла планируемого показателя в 5,4%. В районе 58-57,5 миллиардов рублей. Это все расходы за 2016 год на выплату пенсийных социальных выплат. Ну, самая большая доля расходов, почти 50 миллиардов, это выплаченные страховые пенсии. Накопительная же пенсия по сей день остается замороженной. По словам управляющего отделением ПФР, эти средства так и остались за гражданами. Если человек хочет сохранить накопление, необходимо вступить в негосударственный пенсионный фонд. И тогда, когда деньги будут доступны к получению, воспользоваться ими смогут наследники. Юлия Великодная, Александр Жуков, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.